Праздник Победы Праздник Победы Праздник Победы Вот сегодняшний дождь не повлиял ли на ваше настроение, не испортился ли праздничный настрой, Анна Алексеевна? Расскажите, пожалуйста. Я восприняла этот дождь такой обильный, как, знаете, природа. Природа откликнулась на сегодняшний день, потому что она как бы оплакивала всех тех киргизтанцев, которые не вернулись с фронта домой. И вот поэтому мне показалось, что это очень здорово. Вот так вот получилось, что пошел такой дождь. Ну, а мы выдержали. Мы все можем удерживать. Мы выдержали войну. И поэтому я думаю, что дождь тоже нам был нужен. Нам тоже нужен. И для природы нашей. Поэтому этот дождь нам не помешал. Вам спасибо большое, что вы нашли время сегодня, потому что буквально вчера с вами созванивались, и вы говорили, что не так хорошо себя чувствовали. Но сегодня все-таки нашли полчаса для нас. И хотелось бы еще раз представить нашего второго гостя. Это ветеран Великой Отечественной войны Касымалу Осмонов. Я могу с гордостью заявить, что я ношу такую же фамилию, как у вас. У меня фамилия тоже Осмонова. И с позволения телезрителей, вашего позволения, буду говорить с вами по-киргизски, так как вам так удобнее. Например, ваши мысли, вы не сможете делать о том, как у вас. Спасибо. Что ты хочешь сказать сейчас в адрес всех наших телезрителей, которые смотрят сейчас нас? Я поздравляю, что дедушка победил немцев, и поздравляю дедушку с праздником. Тоже волнуешься, первый раз, да, наверное, выходишь на эфир? Хорошо. Сейчас, я думаю, еще раз напомню телефон прямого эфира 59-2001. На самом деле, сегодняшний эфир очень волнительный как для наших гостей, так и для меня, потому что сейчас мы будем вспоминать те моменты войны, которые сейчас, я думаю, не так-то просто о них говорить, возможно. Вот, Анна Алексеевна, расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы пришли на войну. Я блокадница в Ленинграде. Значит, как раз когда блокада была, все эти 900 дней и ночей, вот я прожила в Ленинграде, я не была эвакуирована. Вот, но тогда мне было, значит, с 8 сентября началась блокада Ленинграда, вот, и тогда мне было, значит, это самое, в общем, 11 с половиной лет. Ну, 11 лет было. Вот, я была еще совсем юной девочкой. Вот, но тем не менее, мужчины ушли на фронт, женщины заменили мужчин на промышленных предприятиях, вот, а подростки повзрослели сразу, и мы взяли на себя все обязанности, которые выполняли женщины. Поэтому, значит, я была, являлась связисткой, я находилась в штабе, принимала донесения и затем, это самое, отправляла их по вышестоящей лестнице. Таким образом, значит, вот, и тем, значит, мы были связистами. И тем не менее, нам каждый день давали задание, давали задание убирать чердаки, потому что это было страшно для этих бомб фугасных и пожарных. И поэтому мы все чистили чердаки, потом мы дежурили на крышах, мы нас научили гасить зажигательные бомбы. Вот нам давали щипцы, показывали, как это делается. Мы этими щипцами, значит, забирали вот эти бомбы и бросали либо в песок, либо в воду, в бочки. Таким образом, мы, значит, научились гасить зажигательные бомбы. Ну и вообще, все, в общем, дела, которые можно было сделать нашими руками, мы это все делали. Мы дежурили в госпиталях, мы ходили, рыли окопы. Вот, и поэтому, ну вот, всю такую работу, это мы делали, в общем, все подростки. Вот, война, значит, это была, это, значит, до 15 лет, там, что 15 лет, вот, как раз победа была. И мне исполнилось тогда 15 лет. Так что мы, конечно, проводили очень большую работу. Но во время блокады был страшный голод, страшный, потому что мы были в кольце окружены, и поэтому никакого подвоза почти не было. И единственное, что, значит, подвозили это хлеб, норма хлеба была 125 граммов на ребенка. Из других там категорий, кроме рабочих, мы получали 125 грамм хлеба. И все, и больше ничего, больше других продуктов нам не выдавали, потому что подвоза этих продуктов не было. Вот, тогда мы уже, все, что было дома, какие-то там, вот, клей был, ремни мужские были, значит, вот это все шло в ход, мы все это съедали. Из клея варили холодец, из ремней варили суп, потому что там это, за мной, кожа, да, была. И поэтому вот это, собственно, вот таким образом мы, это самое, вот было у нас такое питание. И тогда жизнь исчислялась не годами и не месяцами, а жизнь, и даже не неделями, а жизнь считалась минутами, потому что в каждую минуту умирало по пять человек, а в день вот так вот умирало более тысячи человек. Поэтому умирали везде люди. Шли по дороге, умирали, стояли в очереди за хлебом, умирали. Падали и умирали. Вот, и поэтому повсюду в Ленинграде были трупы. И даже тяжело было, дружинники не могли это убирать постоянно, потому что действительно не хватало рук, чтобы вот это самое, убирать какую-то сторону, а кладбище тоже хоронить негде было. И поэтому все это очень сложно. И вот хоронили в основном на кладбищах, вот, и в частности хоронили, естественно, людей, которые, значит, падали там на дороге, на пути и все. Вот, и поэтому, знаете, на Пискаревском кладбище, значит, сбрасывали трупы, значит, по 167 трупов на один погонный метр. В общем, конечно, это была трагедия. Для Ленинграда это была трагедия. Кроме того, вот этого голода, еще была страшная зима, очень жестокая зима. Она как бы соединяла вот эти все зимы, вот именно в эту зиму 41-42 года. Это во время войны самый страшный год, это 41-42 год. Анна Алексеевна, как Вы сказали, самое ценное, что у нас есть это время. И я думаю, что вот эти минуты, которые мы проводим рядом с Вами, и телезритель проводит у телевизора, смотрит и слушает, внимает все, о чем Вы рассказываете, все то, через что прошли Вы в таком юном возрасте, это действительно требует низкого поклона. И сейчас я хотела бы обратиться также к осымалу и бойцу. Я слышал, что в женский грудную часть и задний час кушали. У нас один фельдский пришел, так говорил мужчина. Я слышал, что это были случаи, это были случаи, это редкие были случаи. Да, это правильно. Я тоже там в Ленинграде воевал, в Волков фронт. От Ленинграда сколько, 30 километров или сколько, в Волков. Ну, Волковский фронт и Ленинградский фронт. Космолатал. Я пять месяцев там задерживался, мне медчим стреляли, немцы давали жизни. Пять месяцев тараканы были вот такие, не развивались день и ночь. Ходим, как сухары кушаем, как вы это, еремен кушали, там сухар тоже, что он да какой. Тогда был зуб, а час нет еще. Воевали крепко зимой. Холодно было. В 1942 году я там ноябре самый жестокий мороз был. Да, очень жестокий. Был за пять месяцев там. Знаешь, тогда был молодой. Снег больше ничего купать. Солуши, баштарганда, космолатасис, каньчаджаштаб был, Мусяля? Мне в 1942 году холод, и 18 лет, я... 18 лет. 18 лет я потом. 18 лет. Вам еще раз низкий поклон. Сейчас наши кыргызстанцы не терпят поздравить вас с этим великим днем. Мы приготовили специальное видео, где наши горожане, башкирчане, поздравляют от чистого сердца весь народ. Ветеранов Великой Отечественной войны с 9 мая и 70-летиям и со дня Великой Победы над фашистами. Дорогие друзья, вашему вниманию наша рубрика поздравлений, после которой мы продолжим наш праздничный эфир. Поздравляю всех наших защитников, стариков и дедушек. Желаю здоровья крепкого, любви внуков, правнуков и долгой жизни, счастливой море улыбок. У меня же отец погиб. В 42-м году похоронен в городе Борисоглебске, созданием воинских почестей, геройский погиб. Так что я очень благодарна победе. Дай Бог всем здоровья, чтобы не было войны, чтобы дети наши были живы-здоровы и служили родине. Я очень рада, чтобы дети наши были живы-здоровы и служили родине. Я очень рада, что этот праздник, это рад. И потом у меня отец воевал. Завтра едем к нему на кладбище поздравлять тоже. А так, очень большой праздник. И всем желаю, ветеранам, и всем, чтобы было все хорошо, чтобы не было ни войны, ничего. Всего хорошего всем ветеранам. Всем желаю счастья, мира, чистого неба. Ветераны пусть живут еще долго. Молодцы, спасибо им за наш мир. Всех поздравляю. Поздравляю всех наших сограждан, всех ветеранов с этим праздником. Я хочу поздравить всех ветеранов. Самое главное, это крепкого здоровья. Ну и, во-вторых, наверное, таких комфортных условий, которые бы создавали им хорошее качество жизни. Ну а эти комфортные условия должны создавать мы. Мы продолжаем наш эфир, уважаемые телезрители. Как вы поняли, в сегодняшний день, день 9 мая, мы празднуем 70-летие со дня Великой Победы, Великой Отечественной войне, дорогие друзья. И если вы хотите высказать свои поздравления в адрес наших гостей, напомню, что с нами сегодня Анна Алексеевна, ветеран Великой Отечественной войны, а также Касумалы Осмонов. Также прошел через войну со своего возраста 18 лет. Также сейчас во время паузы к нам присоединился композитор, музыкант Аркин Лукашев. И, в свою очередь, также хочет поздравить всех ветеранов и весь Кыргызстан с праздником. Я считаю, что этот праздник не просто великий, а просто величайший праздник. Потому что трудно осознать, какие тяжести, тяготы. Вот сейчас, в мирное время, очень трудно осознать. Но это просто подвиг. Все люди, кто был в тылу, жены, матери, сестры, дети. И, действительно, вот я сейчас слушал это ваше интервью. Это было вообще... Ну, я просто думаю, что люди, которые прошли эту войну, ее выиграли. Просто большой, низкий поклон. И у меня дед погиб в 43-м. И поэтому вот моя бабушка, кстати, всю жизнь прожила, воспитала 5 детей. Вот моей дяди, тети. И очень долгую жизнь прожила, 7 лет. И всю жизнь она вот... Она знала, что его нет, но любила его. И всегда нам говорила, ваш дедушка остался там. Вот. Ну, я думаю, что всех героев мы помним, никогда не забудем. И сегодня лишний раз повод о них вспомнить. И я хочу, чтобы не только 9 мая, чтобы в любой день, в любого года... Каждый день. ...мы чтили память великих людей, которые принесли победу против гитлеровских захватчиков. Я знаю, Иркин Баке, вы сегодня подготовили пару песен, которые мы можем посвятить. Я одну, но хорошую. Хорошо. Песни, знаете, я обычно пою свои песни. Но вот в этом году я написал песню своему деду. Но не успел. У нас в планах было снять клип. Я спою песню, которую мы в детстве пели. И она вот как бы такой конвой через всю мою жизнь прошла. Песня называется «Рисуют мальчики войну». Эта песня не моя, но она, знаете, она мне близка в сердце. Хорошо. Прошу вас, слушаем. Рисуют мальчики войну. Рисуют танки и катюши. Летят во всю листа длину. Снаряды желтые, как гроши. Рисуют мальчики войну. Рисуют мальчики войну. Рисуют мальчики войну. Рисуют мальчики бои. Что им, по счастью, незнакомы. И берегут они свои. Огнем дышащие альбомы. Рисуют мальчики войну. Рисуют мальчики. Рисуют мальчики войну. Рисуют мальчики войну. Познали только на бумаге Рисуют мальчики войну Рисуют мальчики войну Рисуют мальчики войны 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 Все очень отзывчивы, и все помогают. Вот только что, если мне надо что-то сделать, что-то отпечатать или что, абсолютно дети мне все помогают. И внуки, и внучки, и дети. В общем, мы как-то живем еще и тем временем, и теперешним временем. Мы стараемся помогать, в общем, сделать людям добро. А мы благодарны, что вы есть у нас, потому что, в свою очередь, мы ощущаем себя вашими детьми, потому что те подвиги, которые вы нам принесли, делают вас роднее и роднее, я думаю. С каждым годом к нам. И... Касымалата, сезье сыро берендее. Сезье губ тугун медаль даргас баракен. Шоу медаль даргас баракен. Медаль даргас баракен. Медалом талу адаш. Угу. Горо адаш. Затва губу потерялся. Угу. Да, когда медаль даргас бар? Пять-шесть медалей нет. Да, они тут все документы много. Сезье много, наверное, у дедушки дома, да? Всего наград, медалей. А перед своими друзьями хвастаешься, что у тебя такой великий, сильный дедушка? Да. Хвастаешься? Хорошо. Ну, молодец. Ну, еще бы не хвасталась. Да. Я напомню еще раз, с вашего позволения, номер прямого эфира 59-2001. И вам спасибо, что сегодня пришли к нам. У нас сейчас другие гости зайдут в студию и, в свою очередь, будут посвящать стихи этому великому дню. И сейчас у нас рубрика «Свободный микрофон». В адрес всех кыргызстанцев, в адрес всего Советского Союза бывшего. Можно высказать пару слов, пару пожеланий в адрес. И еще раз, может, поздравить всех с праздником. Сезге, Касымалата, сезге сез. Касымалата, сез. Так, берегу, да. Шесть лет я служил. А там... После войны там охранали орудия. Орудия, атакуан, пули, там, снаряды охранали. А бездельно? Я в отпуск ехал. Волга, Волга, Донетка, Сталин приказ давал, чтобы демилизовать. 42-й, 44-й годы. Потом демилизовался. Говорит, сюда пришел. Я пришел в отпуск. После войны. Говорит, обратно. Как я поеду? Я пошел в Перерыванский, в Карахон. Военкомат, Чауноваден, Большого. Что, обратно. Как я деду? Начал деехал. В Москве я стоял. Без шалоны нет. Никто не берет. Люди, ой, му. Начал, Крымиды. 15, за 15-й зашел. Исакули, туда. Тупский район. Продолжение следует. Исакули, потому что у нас есть и все. Исакули, которые мы хотим. Чауна, Чауна, Рахмат. Сизгея, Узу, номер, Калалик. И сейчас вот Анне Алексеевне я дам слово, так как у нас все-таки другие гости заждались, хотят рассказать свои стихотворения, дети приготовились. В адрес наших телезрителей пожелания и поздравления. Ну, конечно, сегодня очень важный день. Вот. И поэтому мне хочется всех киргизстанцев, ну, и всех вообще, и все народы Союза, да, потому что мы все, в общем, была единая семья, Советский Союз. И поэтому всех-всех я поздравляю с этим замечательным праздником. Очень он длительно у нас длился, вот. И очень много было проведено работы. Мне просто хочется, чтобы мы не, это самое, всегда вот так вот готовились к этим праздникам. Это очень важно, потому что молодое поколение, значит, оно, конечно, все это воспринимает всерьез. И вот я сегодня увидела с радостью, насколько они вот именно серьезно в отношении того, что вот у нас победа, и что у нас ветераны. Вот. И поэтому, несмотря на погоду плохую, тем не менее, они все были, вот стояли и не шевелились, и только все смотрели на ветеранов и вот на это самое, на то, как проводился этот праздник. Причем Киргизия, просто я восхищене от того, что вот четвертого показывали, четвертого показывали тоже концерт на площади, изумительный. Вот. Просто это так было интересно смотреть, прекрасно девушки танцевали в национальных костюмах, очень нарядные, разные цвета. Ну, вызывал просто восторг. И вот если мы все это будем делать вот так вот и в будущем, то я думаю, что, конечно, это самые дети, мы все-таки уходим в наше поколение, а вот эта молодежь побольше, маленькие, они, конечно, будут передавать память, и это очень-очень важно. Вот для того, чтобы это самое поколение, и государство живет, и люди живут только до тех пор, пока, значит, есть память. поэтому вот мне хочется, чтобы обязательно продолжалась вот эта вот нить, и вот настолько серьезно, и настолько глубоко, что я считаю, что мы, в общем, достигли цели, вот хотя бы сегодняшним вот мероприятием, вот четвертого тоже были, замечательные мероприятия, можно только гордиться. вам еще раз огромное спасибо, низкий поклон, что сегодня нашли время для нас, потому что понимаем, как вы устали, целый день провели за празднованием Дня Победы, еще и в таких условиях погодных, но, тем не менее, вы сегодня уделили нам время, и пожелаю вам, в свою очередь, долгих лет жизни, чтобы ваши внуки, ваши дети радовались, и чтобы о героях Кыргызстана вспоминали не только 9 мая. Вам спасибо, я продолжаю наш эфир, и телефон наш 59-2001, мы прощаемся с нашими ветеранами, потому что не хотим их задерживать надолго у нас, так как их ждут дома родные, близкие, друзья, чтобы отпраздновать этот замечательный день. Сейчас у нас есть специально подготовленный сюжет на праздничную тему, после этого сюжета мы продолжим наш эфир и встретим уже следующих гостей. На стенах и на окнах лед Молчит все время репродуктор Блокада, 41-й год Сегодня выдача продуктов Никак не выйти в магазин, Хотя он с нашим домом рядом На улице опять обстрел, Ложатся рядом арт-снаряды Эти строки Екатерина Шершнева выучила еще в детском доме, но запомнила на всю жизнь. Она, как и сотни других детей, была эвакуирована из Ленинграда в Кыргызстан, но тяжелые блокадные дни навсегда остались в памяти. Ленинград осаждали с сентября 41-го, а 27-е января 44-го года почти два с половиной года город на Неве находился в жестких тисках изоляции. В блокадном кольце оказалось 3 миллиона человек, среди них около 400 тысяч детей. Екатерина Шершнева, пройдя в раннем детстве через страшные испытания и пережив муки блокадного голода, осталась жить в Кыргызстане. Сейчас она член Кыргызского общества блокадников Ленинграда. Екатерина Ивановна помогает в организации праздников для членов общества. С родителями Екатерину Ивановну разлучила война. Девочку еще в Ленинграде на время приютила чужая семья. При первой же возможности маленькую Катю эвакуировали. Но несколько несмываемых картин тяжелой блокадной жизни остались в памяти навсегда. Когда вот нас повезли по этой Ладоге, это, ой, страшное дело. Вроде бы, одна там машина, ну, впереди шли машины, потом вот наша машина проехала, и вдруг такой шум, крик, что тонет, тонет. Ну, и мы, естественно, все подняли свои головы, кто ж там тонет-то. А оказывается, машина уходит, вот под лед машина уходит, и никто ничего сделать не может. И там дети кричат, взрослые кричат. Вот, и вот все ушло на дно, остались на поверхности воды. Только одни панамочки. Вот это головные уборы остались. Как это страшно. Голодных и измученных детей привезли на Иссыкуль, где о них заботились местные жители. Спустя много лет, в 1978 году, всех детей блокадного Ленинграда, воспитанных в Иссыкульских детских домах, снова собрали вместе для съемок документальной ленты. Просматривая кадры фильма «Я жить хочу», Екатерина Ивановна вспоминает первую встречу с каргызским народом. Нас выгрузили, какие мы там были, некоторые даже не могли, даже не могли ходить, не могли встать. Вот это население, все пришли, вот как сейчас вот они все стоят, вот и тогда так же, столько народу, столько мира, откуда там деревня такая, да, и столько много, и вот нас прям подхватывают на руки, несут, как своих детей. В преддверии 9 мая в одной из бишкекских школ собрались ветераны и участники войны. Учителя и школьники организовали концерт поздравлений и праздничный обед. Но кроме Дня Победы у блокадников есть свой особый праздник, 27 января, день снятия блокады. После всего страха и вдруг вот это вот прорыв блокады Ленинграда. Это был, в общем, такой праздник для нас, вот мы все высыпали в город, выбежали, это ночью было, бежали, кричали, плакали, смеялись. Люди просто некоторые молчали. Это был просто, это был просто какой-то неимоверный праздник. Блокада Ленинграда. Слова, вмещающие героизм всех, оказавшихся в огненном кольце. Когда-то в Бишкеке проживало 140 блокадников. Сейчас осталось только 55 человек. Люди нелегкой судьбы с неугасающей памятью о пережитом. Когда этот День Победы наступил, когда нам воспитатели объявили, что сегодня дети собрали нас всех, линейку, сделали линейку, и объявили, что сегодня День Победы, разбили фашистов, наша победа. И вы знаете, что это было? Я даже не знаю. Мы, конечно, понимали, побольше, которые понимали, маленькие дети еще не понимали, но все-таки все кричали и ура, и хлопали, и танцевали. Такая победа была для нас. Это вообще переживших вот это страшное дело. Это же было очень-очень страшно. Каждый шестой карагастанец с оружием в руках сражался против гитлеровской власти. Дорогие друзья, сегодня 9 мая, День Великой Победы. И 70 лет прошло, кому-то не верится, но это реальная цифра и реальные происшествия, которые были. И я думаю, что мы, как внуки тех людей, которые сражались за мирное небо над нашей головой, сегодня должны почтить их память, сегодня должны сделать все возможное, чтобы лишний раз напомнить обо всех тех достижениях, благодаря которым сейчас мы можем сидеть спокойно, беседовать друг с другом, разговаривать, петь, плясать и рассказывать стихи. С нами сейчас уже очаровательные детки. Их зовут Алтынай, Азиль и Гюнай, а также Асель, координатор чемпионата по чтению. Здравствуйте, Асель. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Как ваше настроение? Хорошее. Хорошее. Нормальное. Отлично. Праздничное. Почему нормальное? На площадь ходили сегодня? Нет. Нет, не ходили. Зато вы приготовили хорошие стихи про войну. Я знаю. Я думаю, сейчас чуть позже их мы расскажем. А сейчас Асель более подробно расскажет, что это был за чемпионат и какие стихи дети рассказывали в рамках него. Да, действительно, мы провели чемпионат по чтению среди школьников. За 3 апреля в Министерстве самообразования был издан указ о проведении Всемирного дня книги в Кыргызстане. И вот в рамках Всемирного дня книги мы провели чемпионат по чтению среди школьников. Мы получили очень много заявок. Было очень много заявок не только из города Бишкек, но и также с других окраин, с других областей. Но в чемпионате приняли участие 30 детей, 30 талантливейших, очень активных, очень успешных детей, которые зачитали замечательные стихи. Кстати, также среди них были и стихи, посвященные ветеранам, посвященные 9 мая. Вот расскажите, Аселя, те стихотворения, которые дети зачитывали в рамках данного чемпионата, они выбирали сами? Да, они выбирали сами. И нам было очень приятно, что они выбрали именно такие стихи. Также были стихи Ялыкула Усмонова, которые читали и на кыргызском, и на русском языке. И именно стихи, которые были посвящены к 9 мая, к Великой Победе. Для нас было это очень приятно. Загюнай, самой юной нашей сегодняшней гости. Расскажи, пожалуйста, какое стихотворение ты подготовила и как ты его выбрала перед чемпионатом? Честую погибших и живых. Так называть? Ты сама выбрала стихотворение. А почему выбрала именно военную тему? Решила, наверное, призвать всех своих сверстников, потому что нужно помнить героя войны, да? Хорошо. Тогда сейчас, если ты готова, давай расскажем это стихотворение, чтобы все наши телезрители послушали твои прекрасные строки. Честую погибших и живых, Тех, кто пал, Отчизну защищай. Именно навек запомним мы Жизнь свою за нас садали. С каждым годом все короче ряд, Очевидцы всех боев кровавых. Пусть же взрывы больше не гремят. Не тревожат застарелые раны, Ваш геройский подвиг не забыть, Пусть года бегут неумолимо, Но сирене бархатная кисть Вашу честь Печет неополимо. Молодец. Расскажи мне, что ты чувствовала, когда выступала с этим стихотворением? Хорошо. Хорошо себя чувствовала. Ну, здорово. Я напомню, телефон прямого афера 59-20-01. Сегодня мы разделили нашу программу на несколько частей. В течение двух часов нас посещают ветераны. Были буквально недавно с нами музыканты, которые, в свою очередь, своими чудесными лиричными песнями поздравляют Отчизну с победой. Также дети, которые буквально недавно выступили на чемпионате по чтению. Алтына и Адиль Гуна, также координатор проекта АСЕЛЬ. И сейчас я хочу обратиться к единственному джентльмену, к защитнику Отечества будущему, я думаю, который сидит здесь. Расскажи, пожалуйста, Адиль, какое стихотворение ты выбрал? Пока что можно рассказать. Пока присаживайся. Какое стихотворение ты выбрал? Как называется? Я просто в интернете нашел. В интернете нашел? Именно про войну? Да. Хорошо. Готов рассказывать? Дорогие ветераны, с Днем Победы поздравляю. Долгой жизни и здоровья очень крепкого желаю. Вы нам счастье подарили. Мир и небо голубое. Перед вами мы застыли со склоненной головой. И от всей души спасибо. Не устанем говорить. За мечту и смех ребячий искренне благодарить. С каким выражением рассказывает? Наверняка все даже прослезились, когда слышали его. Тебе спасибо большое. Даже хотел встать, но так как у нас студия небольшая. Сегодня мы сидя зачитываем стихотворение, но тем не менее они от этого не менее затрагивают душу. Сегодня еще так же Алтынай с нами. Алтынай, тебе сколько лет? Четырнадцать. Четырнадцать. А вот Гвеная, кстати, и Адиль, я забыла спросить, сколько вам лет? Я почти семь. Почти семь? Мне восемь. Восемь. Значит, вы в первом классе учишься, Адиль? Нет, я во втором. Во втором классе, а ты в первом. Какие умные дети. Хорошо. Алтынай, вот расскажи, пожалуйста, я думаю, ты-то уж точно знаешь, почему выбрала именно военную тематику? Я взяла стихотворение Лермонтова Бородину. Вот меня очень всегда затрагивала тема войны. И в этом году семидесятилетие вот победы Великой Отечественной войны. И я считаю, хотя это стихотворение и не сильно относится именно к этой войне, но у людей всегда были одни и те же причины к войнам. То есть они хотели какой-то власти. И я надеюсь, что мы, зачитывая эти стихотворения, будем помнить о тех ошибках, которые сделали в прошлом другие люди и не будем повторять их. Хорошо, тогда прошу тебя. Бородину, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие! Не даром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго, молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры не смеют, что ли, командиры, чужие и зарвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле, построили редут. У наших ушки на макушке, чуть утро осветило пушки, и леса синие верхушки, французы тут как тут. Забил снаряд я в пушку туго, и думал, угощу я друга, постой-ка брат мусью, что тут хитрить, пожалуй, к бою, уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. Два дня мы были в перестрелке, что толку в этой безделке, мы ждали третий день, повсюду стали слышны речи, пора добраться до кортечи, и вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый, кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдата. Дожали его с рожевым булатом, он спит земле сырой. И молвил он, сверкнув очами, ребята, не Москва ль за нами? Умрем те ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой. Спасибо большое. Ваш сердце защемило, слушая эти чудесные строки. Спасибо ребятам. Сейчас я хочу каждому из вас дать слово, чтобы вы поздравили нашу отчизну, нашу Родину с этим великим днем, с этой замечательной победой, которая далась нашим дедам жертвами крови, жертвами жизни. И наверняка, Оселя, начнем с вас. Вам спасибо, что вы взросили таких талантливых детей, дали им возможность проявить себя, выступить и привели сегодня их к нам в студию. Давайте вы поздравите и после этого уже дети присоединятся к вам. В первую очередь благодарность родителям, что они вкладывают своих детей. И также, конечно, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим ветеранам. Спасибо вам за наш мир, за спокойствие, за то, что сейчас мы живем в такое мирное время. Спасибо вам, это огромный труд, можно сказать, это огромный столько всего вы вложили, мы это никогда не забудем. Большое вам огромное спасибо. Юнай, наша самая юная сегодня гостья в студии. Что ты хочешь пожелать в День Побега всем кыргызстанцам? Какие у тебя пожелания есть добрые? Хорошо, ты пока подумай, что ты скажешь, а пока я думаю один в адрес всех телезрителей выскажет свои поздравления. Я поздравляю всех с праздником Дня Победы, но я больше не хочу войн, чтобы некоторые люди умирали, чтобы погибали люди. Чтобы такого не было. А когда ты вырастешь сам, пойдешь в армию служить? Если будет армия, тогда пойду. Пойдешь. Молодец, настоящий. Мужчина растет у нас. И также Алтанайка, тебе также слово. Поздравляю всех наших любимых ветеранов Отечественной войны. Надеюсь, что вы будете долго жить. Мы никогда вас не забудем. Ваши подвиги бессмертны. Большого вам здоровья. И чтобы все люди помнили о них. Чтобы мы не забывали. Спасибо большое тебе, дорогая. Я на самом деле сама еле сдерживаю слезы. Столько эмоций, столько чувств в этих стихотворениях было. И очень приятно, что юные детки с таким чувством гордости рассказывают о победе сквозь строки известных поэтов. вам вам. Спасибо всем, что сегодня пришли к нам, поделились строками этими великими. А сейчас я уже продолжаю наш эфир. Напомню, 59 2001 наш номер. Я с вами прощаюсь, желаю вам успехов, желаю вам удачи в вашем творчестве. Давайте не будем плакать. Сегодня же праздник, великий день. Уважаемые кыргызстанцы, если вы нас сейчас смотрите, то можете присоединиться к нам, высказать свои поздравления по номеру прямого эфира, также посредством социальных сетей. Меня Джамала Смонова зовут. Я с вами еще не прощаюсь, у нас еще один небольшой сюрприз, есть специальный для вас. Я думаю, сейчас мы покажем еще один сюжет, который мы подготовили для вас, это архивный сюжет, и после него мы продолжим наш эфир. Марат, это твой дедушка, который погиб 23 января 1943 года. Нордин Кулматов, житель киргизского села Качкорка, был призван на войну в 1941 году и погиб защищая от фашистов Краснодарский край. Рассказы о подвиге Нордина его внук Марат помнит с раннего детства. От погибшего деда осталось лишь несколько фотографий и могила в российском городе. Марат считает своим долгом помнить о том, благодаря кому он появился на свет. Любой человек, который умирает за свою страну, он чей-то дед, чей-то прадед, чей-то отец, чей-то сын. И это уже не просто слова, это понятия, это идеи, есть идеи мамы, есть идеи отца, есть идеи деда. Если это помнить, если об этом никогда не забывать, то вряд ли мы будем воевать, вряд ли будем кого-то убивать, если будем знать, что ты чей-то сын, ты чей-то отец, ты чей-то дед. Вот такие чувства. Ах, война, что ты сделала подлая, стали тихими наши поры. Окей, 9 мая, ребята военные, пошли вперед. Теперь история семьи Нурдина Кулматова положена в основу литературно-драматической композиции, посвященной празднику Победы 9 мая. Актер, а теперь и режиссер Марат Имираев с помощью своих коллег старается передать ту невыносимую боль утраты и радость Победы, которую переживали участники Великой Победы. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, запомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Для меня Великая Отечественная война это и большая гордость, и большое горе. Горе, потому что в каждой семье погиб, хотя бы один человек у меня, дядя погиб, сгорел в танке, в танке, дядя Володя. А гордость, потому что это подвиг. Это большой подвиг людей, которые были на фронте, большой подвиг людей, которые были в тылу. Песни военных лет, стихи и кадры хроники заставляют вновь и вновь переживать события 65-летней давности. Великая Отечественная была и остается особой темой. У каждого с ней связана своя история. У Марата она стала основой сценического повествования ради высокой цели напомнить молодому поколению, какой ценой досталась та победа. Вот если представишь, что вокруг тебя постоянно и постоянно гибнут люди на протяжении пяти лет, постоянно, каждый день, и гибнешь ты сам. И все это не нужно на самом деле. И то, что победили в той войне, это здорово, потому что, ну, это, то есть, победила гуманность, победила человечность, человечность победила, фашизма. И пока мы живы, мы должны об этом помнить, мы должны это говорить. Я надеюсь, пришедшие сюда люди, они этим проникнутся. В канун праздника победы Марат решил прийти сюда, на площадь перед зданием правительства в Бишкеке, где 7 апреля погибли его соотечественники. Спустя 65 лет после войны здесь снова пролилась кровь. Они не защищали родину от врагов. Они боролись за правду. Я уверен в том, что мы даже представить себе не могли так. Чтобы когда-нибудь в нашей стране брат убивает брата, не может быть такого. Эти убийства, надеюсь, не будут зря. Надеюсь. Надеюсь. Прошел месяц, но люди по-прежнему идут сюда, чтобы помолиться за погибших. Потери, связанные с этой трагедией, не сравнимы с потерями в Великой Отечественной. Но современники Марата, так же, как их отцы и деды 65 лет назад, мечтают об одном, чтобы на их родной земле навсегда воцарился мир. Чтобы мы молились ради добра, чтобы войны никогда не было, чтобы мы друга не убивали. Пора это прекратить уже. Это никому не нужно. Уважаемые телезрители, мы продолжаем наш эфир. И, как я говорила, у нас сегодня сюрпризы не кончаются, так как дата действительно знаменательная не только для нас, не только для нашей страны, а также для всех стран Советского Союза, которые вместе принесли нам эту победу в борьбе с немецкой стороной. И сейчас к нам также присоединились наши гости. Это очаровательная Вика Кановченко, также подготовила нам стихотворение. Привет, Вика, как твое настроение? моё настроение отлично, ведь сегодня такой знаменательный день, День Победы. Я думаю, что своим стихотворением ты как раз-таки поздравишь всех ветеранов, всех наших телезрителей. А также мы пригласили Ержана Мусина. Ержан в байке выступает в ансамбле песни и пляски. Государственной пограничной службы, Кыргызстанной пограничной службы, Ержан в байке. может быть, от вас пару поздравлений в адрес всех ветеранов. Конечно, сегодня самый прекрасный праздник, это праздник День Победы, который достался нам очень кропотливым трудом наших дедов, отцов. И поэтому я, весь народ, не только Кыргызстан, но и весь народ, который принимал участие в этой Великой войне, то весь мир, можно сказать, с Победой семидесятилетиям. Пожелать здоровья, счастья, чистого неба и мира на земле. Хорошо. Чуть позже мы уже с вами споем, я думаю, я буду вам даже подпевать под все известные военные песни. А Вика подготовила для нас стихотворение. Расскажи, пожалуйста, что сейчас ты будешь нам зачитывать? Я расскажу стихотворение Мусы Джалиля «Варварство». Он написал его во время войны, 1943 год. Оно очень трогательное, и когда я его первый раз рассказывала, я заплакала и не смогла его прочитать до конца. Но сейчас, надеюсь, все получится. Давай, удачи тебе. Мусы Джалиль, «Варварство». Они с детьми погнали матерей, И яму рыть заставили осами. Они стояли, кучка дикарей, И хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстрелили в ряд Бессильных женщин, Худеньких ребят. Пришел хмельной майор И медными глазами окинул обреченных. Мотный дождь гудел в листве соседних рощ, И на полях, одетых мглою, И тучи опустились над землею, Друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, Я не забуду никогда, Во веки Я видел, Плакали, Как дети реки, И в ярости Рыдала мат земля. Своими видел я глазами, Как солнце скорбное, Омытое слезами, Сквозь тучу Вышло на поля. Последний раз Детей поцеловала. Последний раз. Шумел осенний лес, Казалось, Что сейчас он обезумел. Дневно бушевала Его листва, Сгучалась мгла вокруг. Я слышал, Мощный дуб Свалился вдруг. Он падал, Издавая вздох тяжелый. Детей внезапно Охватил испуг. Прижались к матерям, Цепляясь за подолы. И выстрела Раздался резкий звук, Прервав проклятие, Что вырвалось У женщины одной. Ребенок, Мальчуган больной, Головку спрятал В складках платья. Еще не старой женщины, Она смотрела Ужаса полна. Как не лишиться Ей рассудка. Все понял, Понял все, Малютка. Спрячь, Мамочка, Меня, Не надо умирать. Он плачет, И как лист Держать не может дрожи. Дитя, Что ей всего дороже, Нагнувшись, Подняла двумя руками Мать, Прижала к сердцу, Против дула прямо. Я, мама, Жить хочу, Не надо, мама, Пусти меня, Пусти, Чего ты ждешь? И хочет вырваться Из рук ребенок. И страшен плач, И голос тонок, И в сердце он Вонзается, Как нож. Не бойся, Мальчик мой, Сейчас вдохнешь Ты вольно. Закрой глаза, Но голову не прячь, Чтобы тебя живым Не закопал палач. Терпи, сынок, Терпи, Сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, И залила кровь, По шее лентой Красной, Иззываясь. Две жизни на земь Падают, сливаясь. Две жизни И одна любовь. Гром грянул, Ветер свистнул В тучах, Заплакала земля В тоске глухой. О, сколько слез, Горячих и горючих! Земля моя, Скажи мне, Что с тобой? Ты часто горе Видела людское, Ты миллионы лет Свела для нас. Но испытала ли ты Хотя бы раз Такой позор И варварство Такое. Страна моя, Враги тебе грозят, Но выше подними Великой правды Знамя, Омою вы земли Кровавыми слезами, И пусть его Лучи пронзят, Пусть уничтожат Беспощадно Тех варваров, Тех дикарей, Что кровь детей Глотают жадно. Кровь наших Матерей. Спасибо большое, Молодец, Молодец. Пронзительные строки. Прекрасные стихи За сердце берется. Действительно, Как она сама сказала, Первый раз заплакала, А вот молодец, Она сейчас Все так расположена. Хорошо, все готовилось. Вот, Вик, Например, В мои школьные годы Во времена, Ну, скажем, В принципе, Недалекие, Очень активно На уроках литературы Мы обсуждали Великую Отечественную войну, Обсуждали Первую мировую, Вторую мировую. Расскажи, Вот сейчас в школе Вам рассказывают о том, Какая была война? Обсуждаете ли вы эту тему? Да, конечно, Рассказывают. Вот, я выучила Это стихотворение, Потому что У нас был конкурс Чечецов в школе, И я заняла первое место. Какая умница, Поздравляю. Вот, потом Меня звали в школу К моему брату, Я там тоже рассказывала. И мне она очень нравится, Это стихотворение Оно очень проницательное И берет за душу И не дает нам забыть О тех временах, Чтобы мы никогда Не видели войну И не знали ее. А тему войны Ты выбрала сама? Мне помогла мама, Но мне она тоже Очень понравилась, И мы вместе с ней Как бы одобрили Этот выбор. Хорошо. Тебе спасибо большое, Мы скоро уже тебя отпустим, Поэтому сейчас, я думаю, Можно пару пожеланий Сказать В адресах телезрителей. Я поздравляю всех С 9 мая, С этим великим днем, С великим праздником. И хочу, чтобы люди Не забывали никогда Этот день, Ту войну, И все войны на земле, И чтобы никогда Не было войн, Люди не были жестокими, Помнили И никогда не забывали. Сейчас вот Ержан На байке нам Хочет спеть песню. Какую песню будем петь? Ну, я, наверное, Сейчас спою песню Новикова Смуглянка. Вик, ты знаешь Эту песню? Конечно, я знаю. Хорошо, тогда давайте Сейчас будем вместе Подпевать Ержану байке. Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сад Там смуглянка, молодованка Собирает вина Я краснею, я бледнею Захотелось ей сказать Встанем над рекою Зорьки летние встречать Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый резной А смуглянка, молодованка Отвечала парню Влад Партизанский, молодованский Собираем мы отряд Нынче рано Партизаны Дом покинули Родной Ждет тебя дорога Партизанам В лес густой Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Я влюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый резной Партизанский, молодованский Собираем мы отряд Партизанский, молодованский Нынче рано Партизаны Дом покинули Родной Ждет тебя дорога Партизанам В лес густой Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Завлюбленный И смущенный пред тобой Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый Резной Раскудрявый Клен зеленый, лист резной Здравствуй, парень Мой хороший, мой родной Клен зеленый Да клен кудрявый Да раскудрявый Резной Спасибо большое. Спасибо. 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 Погромче. Спасибо. День Победы Порохом пропад Это праздник С единою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы День Победы Порохом пропад Порохом пропад Это праздник С единою на висках Это радость Со слезами на висках Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Здравствуй, мама Возвратились мы не все Босиком бы пробежаться по росе Пол Европы Прошагали пол земли День Победы Этот день День Победы Порохом пропад Это праздник С единою на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы 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 Порохом пропад Это праздник С единою на висках Это радость Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Огромный низкий вам поклон Напомню, что песню День Победы Всех телезрителей Иржан Мусин Представитель ансамбля Песни и Пляски Пограничной службы Кыргызской Республики Сейчас уже Программа наша Подходит к концу Вам спасибо за то, что Приняли участие в нашей Программе Спели эти исторические Песни Приуроченные К такому Великому торжеству Во всем мире Во всем пространстве Бывшего СССР Сейчас вам Так же слово Уже Говоря Прозаически Для всех наших телезрителей Пару приятных Пожеланий в адрес Ну я пожелаю Во-первых Зрителям Вашего канала Что посмотрели А всему народу Я пожелаю Чистого неба И мира на земле Пусть всегда Будет мир И удачи Вам спасибо большое И вам удачи желаю Своим вот Таким вот музыкальным вкладом Вы так же мне кажется Вносите немаловажную лепту Передаете историю Войны Историю нашей победы Посредством Музыкальных нот Ержану Байке Спасибо огромное И мы Уже по окончании Нашей программы Дорогие друзья Еще раз Поздравляем всех вас С Великим Днем Победы Специально для вас Провели Эксклюзивный выпуск Программы Пригласили много Интересных Талантливых людей Пригласили мы Тружеников Тыла Тружеников Войны Всех тех людей Которые принесли Собственно Нам и Победу Мы не можем Также не упомянуть Что Кыргызстан В свою очередь Внес Огромнейший вклад Как работники Тыла Так и работники На фронте И как сельскохозяйственно Так и Физическим трудом Мы Мы Тоже помогли И мы Сделали эту победу Возможной Конечно Говоря мы Я не подразумеваю нас Я подразумеваю Всех наших дедов Которым Сегодня мы Поем славу И дорогие друзья Вы Если нас смотрели Вам Тоже Низкий поклон Надеюсь Что сегодняшний день Прошел у вас Удачно Несмотря на эту Пасмурную погоду Которая Сегодня воцарилась В Кыргызстане Я думаю Что общими усилиями У нас Всегда будет мир В нашей стране Поэтому я С вами прощаюсь Еще раз Поздравляю нас всех С 70-летием Со дня Великой Отечественной войны Вернее с победы Прощаемся с вами Вновь Но мы Увидимся в понедельник В 19.30 На телеканале Кеймус Поэтому оставайтесь На нашем канале Всех с праздников Всем пока